приветствую друзья как меня слышно поставьте пожалуйста плюсики отлично у нас заканчивается малоснежное лето и плюс 12 камень скуральский держитесь петр держитесь лето близко добрый день друзья меня зовут андрей лопатин и сегодня мне доверено провести небольшой вебинар на предмет того мои скажем так наблюдения мои мой опыт мои озарение и так далее хорошие и плохие инвестиции немного о себе сначала расскажу прежде чем начнем вебинар чтобы у вас было понимание кто я и что и так далее то есть я предприниматель с большим больше двух десятков лет работал в разных направлениях скажем максимальное число моих предприятий в один момент времени достигала 12 ну как 12 предприятий максимальный оборот был 360 миллионов рублей в год я буду подсматривать сюда на свои скажем так записи поэтому не обращайте внимание несколько лет подряд был владельцем самой крупной сети салонов связи на юге кемеровской области максимальное число сотрудников было порядка 300 и всегда было интересно какие то еще варианты варианты вложения что ли денег или варианты каких-то инвестиций да то есть и опыт большой то есть у меня было недвижимости в одно время порядка на 2 миллиона долларов порядка там восьми объектов ими по-разному там нужно было управлять и торговал сам на бирже акциями валютой участвовал во всех разных пирамидах и так далее так далее то есть вот какое-то было такое рвение и желание чего-то постичь неизвестного неизведенного да и участвовал разных сетевых проектах то есть но было интересно и поэтому вот хочу несколько поделиться своими что ли накопленным опытом своими знаниями вы не против если я сегодня вам расскажу какие-то свои свои наблюдения вещи опыт и так далее как меня слышно спасибо спасибо но начну как раз именно знаете чего такое маленькое маленькое правило что ли слышно хорошо отлично маленькое правило знаете я буду сейчас мы дальше пойдем вот первый слайд допустим до знания в книгах успех словах то есть мы семьей проходили так скажем обучение есть такая там технология проясняя слова россия но я думаю что и в других странах есть тоже найти это несложно интернет вам помощь в общем смысл в том что оказывается знание то в книгах а вот успех словах и сегодня я попытаюсь это вам тоже донести как пример приведу что вот скажем мы когда с дочерью дочери было порядка на 4 класс кажется пошла и когда мы прошли вот этот курс ну что правильно прояснять слова и стали первые дни готовить домашнее задание верить это было для меня это было озарение откровения то есть когда ребенок читает задание по математике какую-то задачу я и говорю допустим расскажи о чем здесь речь и если она не может сразу быстро рассказать то мы начинаем искать непонятые слова прям просто перебираем все слова подряд вы знаете 70 процентов слов ребенок не понимает вот ради интереса можете если у кого есть небольшие дети так начать просто спрашивать как ты понимаешь это слово и когда и когда мы прояснили все эти слова скажем так задачах то есть мы стали это делать каждый вечер вот то есть она кардинально стало изменение в образовании то есть она стала хорошо учиться она стала спокойно делать домашнее задание я даже больше скажу она когда садилась книги читать она говорила живот болит и мы как взрослые родители что придуриваешься сиди читай оказывается что вот когда у человека встречается непонятые слова у него сразу начинается это физические проявления спать хочется может быть обращали внимание на лекции да почему люди начинают садиться и засыпают оказывается вот это вот какие-то непонятные слова поэтому я вас я вижу чат просьба только по существу если вдруг услышите какое-то непонятное слово просто быстренько его суда наберите если ну не понимаете я его быстро проясню мы идем дальше вот ну и вам естественно советую смотреть в глубину слов итак начнем самое интересное то есть сегодня вы как поняли лекция то есть наша вебинар называется хорошие и плохие инвестиции ну и естественно что сначала нужно разобраться что же такое хорошо еще такое плохо да как детской сказке вот смотрите хороший положительный по своим качествам вполне удовлетворительно такой как следует классно только у меня сразу такое скажем так опять на какие слова я здесь смотрю вполне удовлетворительный и такой как следует для кого для кого вполне удовлетворительный для кого как следует получается что для меня нет как внизу картинка до один и тот же герой но как видите если его спросить и зачем куришь но для него наверное это будет хорошо пацаны скажут я круто и так далее так далее и то же самое плохое смотрите лишены положительных качеств или свойств вызывающий отрицательную оценку опять вызывающий отрицательную оценку кто кем вызывает но получается мной я же для себя сейчас определяю хорошие это или плохие инвестиции понимаете о чем речь да вот x теперь чтобы понимать о чем будет речь я хотел сделать небольшой буквально опросик перед тем как мы придем к инвестициям ну вот скажем вот этот вот пожалуйста ответьте на вопросы мы заодно посмотрим на здесь несколько человек то есть имеется ли у вас какие-то знания об инвестициях спасибо большое понятно хорошо работаем дальше 9 человек уже некоторых опытов имеют ну давайте его возможно расширять я не претендую на истинность первой инстанции давайте договоримся так прерывается звук у кого-то 1 прерывается звук давайте так у кого прерывается звук поставьте 0 все хорошо ладно просьба тогда перезагрузитесь итак идем главное слово наше это инвестиции да и вот здесь вообще для меня это было откровение то есть можете себе представить я сначала занимался разными как я перечислял выше ну и назовем их инвестициями до после того как вот прошел курс и начал подробно все еще изучать еще раз переизучать да тут у меня было откровение что долгосрочная что такое инвестиции смотрите долгосрочное вложение капитала какое-либо предприятие внутри страны или за рубежом долгосрочное вложение капитала друзья мы различают здесь естественно инвестиции финансовая покупка ценных бумаг и реальные инвестиции вложение капитала в промышленность и так далее мы будем здесь рассматривать и то и то но в основном я буду смотреть как ценные бумаги так большой энциклублический словарь долгосрочное вложение капитала друзьям то есть это для меня было но первое откровение вот все то чем я занимался я считал что я занимался инвестированием видите здесь да то что написано торговля валюты там чем только чем только не предлагают сейчас в интернете заняться до инвестиции 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 и так далее даже смотрите депозиты в банке или вклады как говорят это хорошие инвестиции но это для банка хорошие инвестиции то есть это банк возможно инвестируют эти деньги в предприятии это для банка будут считаться инвестиций на для вас это будет считаться вкладом или там спортивные ставки так далее так далее то есть ну сюда можно перечислять много Тогда мне стало самому интересно, а что же это тогда такое, если это не инвестиции? Пришлось немножко поковыряться. Слава Богу, что сейчас хороший интернет и хорошие библиотеки и так далее. Смотрите, оказывается еще Аристотель в каком-то там давнем-давнем году дал этому определение, что это хрематистика, то есть от слова обогащение, хрематистика в древнегреческом. То есть это наука об обогащении и искусство накапливать деньги, то есть как сама цель, как сверхзадача, просто деньги на деньги, деньги на деньги и поклонение прибыли. То есть вот оно здесь, смотрите, расставщичество, спекуляция, торговля, то есть это все хрематистика. Здесь деньги выступают в качестве богатства, а не как средство обмена, то что они должны делать, что должны помогать где-то кому-то, то есть деньги отдаешь, скажем, своему соседу, он организовывает какой-то киосок маленький, да, и начинает действительно приносить людям какую-то выгоду и плоды, и тем самым возвращать вам какую-то долю в прибыли и так далее. То есть вот это будет инвестиция, а вот то, что здесь называется торговля, акциями и так далее, это все не инвестиции. Идем дальше. Итак, инвестиция, здесь просто еще раз я его сюда выделю, что тут встречается слово капитал. Что же такое капитал? Ну вы видите, да, что внизу можете словаря, с каких словарей это все взято, это очень тоже важно, чтобы брать простые, как можно более проще словари для вас, которые подходят именно, помните, хорошее и плохое. Я буду часто обращаться к тому термину хорошее и плохое, то есть устраивающий вас или с вашей оценки плохо. Так вот, словари должны быть то же самое, простые, обычные, которые вам вот именно понятны. И так сейчас есть хороший так называемый сервис, который позволяет там много словарей сразу видеть значение сразу. Сразу я потом, позже ссылку вам могу дать. Или вот здесь она у меня есть. Нет, здесь не отразилось. Хорошо. Дик, только Академик.ру. Давайте напомните мне, я потом вам ссылку в конце скину. Итак, хроматистика мы прошли. Капитал. Смотрите, общая стоимость активов какого-либо лица за вычетом его обязательств. Ну понятно, что если у меня, к примеру, есть там квартира, машина и все это стоит, образно говоря, там 2 миллиона, а должен банку 3 миллиона, то получается и как бы капитала-то у меня нет. То есть у меня есть только пока задолженность банком. Или вот еще одно значение. Деньги, вложенные их владельцами в организацию, чтобы она начала действовать. То есть вот что такое капитал. Только вот это считается капиталом, сходя из словаря банковских финансовых терминов. Итак, если у нас есть капитал, ну мы сейчас дальше вот интересно будет. Смотрите, капитал это общая стоимость активов. А активы, да, то есть это собственность фирмы или отдельного лица, имеющая денежные выражения, составляющая часть его богатства. Способная приносить доход или иные выгоды. Вот это для меня тоже, когда я это прояснил. То есть получается, что если у меня в гараже стоит какая-то вторая машина, которая мне не приносит выгоды, зачем она там стоит? То есть она мне не приносит доход. Это не актив, это какой-то пассив. То есть его выгоднее тогда продать и вложить, делать его как капитал в прежнем значении, да, и вложить в какое-то предприятие. То есть вот здесь, да, если вспомните, деньги вложены их владельцами в организацию, чтобы она начала действовать. То есть пользу от денег. То есть у вас стояла машина, она не приносит пользу. А если вы ее теперь обернули в деньги, ну или даже в аренду эту машину кому-то дали, да, то тогда и вы пользу кому-то принесли. То есть теперь это какая-то организация, или сейчас на лицо с того, приносить что? Выгоду для него, выгоду для него, на чего теперь это приносить. А для вас это теперь еще и какой-то прибыль. Ну и понятно, что активы опять на капитальные. Здесь вы это все видите, да, видите. Ну и интересно, что важно развлечение активов на рисковые, сейчас мы подходим как раз к этому значению, рисковые, и относительно безрисковые. Например, государственные ценные бумаги и вклады в надежных банках. Ну понятно, что у нас вклады в банках застрахованы только на 700 тысяч, то есть если вы миллион положите, то уже относительно вы только вернете какой-то капитал. Ну и естественно, что рисковые акции компании, они считаются рисковыми. Но нужно посмотреть опять на что, я думаю, вы догадались, на значение слова рисковые. Все правильно. Риски в экономике. Смотрите, вот это вообще классное определение, оно для меня просто стало точкой осознания перелома там и так далее, и так далее. То есть риски в экономике, ситуации, предполагающие возможность отклонения экономического результата деятельности. Обычно мне говорят на слово. Понимаете, вот мое мнение, да, вот почему большая часть людей не становится богатой. Потому что вот ситуация, вот как здесь, да, предполагающие возможности. Сейчас вот эти две картиночки запомните из фильма, это у нас «Назад будущее», это, кажется, вторая часть, да. Когда, когда, вот видите, на первом снимке вернулся назад, так скажем, из магазина, купил книгу, нет, наоборот, в будущее он вернулся, купил книгу, результаты за, там, за несколько лет ставок, выигранных команд и так далее. А потом дед вот этот украл эту книгу и привез это своему внуку. Естественно, внук удает, и внук на это даже внимания не обращает. Это вот то, что с нами иногда происходит. То есть какая-то рядом есть стопроцентная, стопроцентная вариант вложить деньги правильно, вот как капитал, как инвестиции долгосрочно в предприятие, которое может прирасти, приумножить, еще и приносить пользу людям, мы это не воспринимаем. И именно почему? Давайте вот здесь вот еще три слова проясним и потом начнем уже переходить к акциям. Смотрите, ситуация, это положение от Ватинка, сочетание условий и обстоятельств, создающих определенную обстановку. То есть сочетание условий и обстоятельств. То есть, образно говоря, я сейчас попрошу вас любую, ну скажем так, сегодняшнее положение, там, скажем, то, что к России применяют к санкции. Вот, наверняка сейчас каждый из вас может свое мнение выскажить, и оно будет опять, помните, хорошее и плохое. Кардинально будет разное мнение. То есть для кого-то это сочетание условий окажется хорошим, а для кого-то сочетание условий окажется и обстоятельств, окажется плохим. То есть получается опять, если у нас есть какие-то предприятия, в которых действительно можно помочь ему и прирасти капитал, то если человек не понимает, что такое риски, не проясняет, что такое ситуация и так далее, нету точного, скажем так, определения, то, конечно, сразу можно, первая мысль будет, а все плохо. Риски большие, ничего не буду и так далее. Или вот предположение, да, предварительное суждение, но я думаю, вы уже прочитали, я эмоционально прочитаю, где акцент я делаю. Предварительное суждение, догадка о чем-нибудь, неподтвержденное прочными доказательствами. То есть представляете, да, что риски, а это рискованно, почему? Ну, а я вот так вот, а я рискованно и все. Вот так примерно, да. Или вот еще из одного слова, предположение. В логике положение, которое временно до получения доказательств противного считается правильным. Да? Ну, то есть здесь более-менее еще как-то подходит это к тому, что мы хотим. То есть мы предполагаем, если у нас будут доказательства противного, то мы определяем, что это предприятие хорошее. Или иначе попадем в такую ситуацию, как здесь этот парень нарисован. Итак, более-менее мы слова эти прояснили. Естественно, это еще вам рекомендую самостоятельно посидеть и изучить. То есть и какие акции вообще бывают на сегодняшний день. То есть есть акции известные. Во-первых, что такое акции в предприятии, правильно? Это часть самого предприятия. То есть если это в переводе на какое-то взять малое предприятие, если три человека решили организовать какую-нибудь закусочную, то им троим, образно говоря, принадлежит по 33 доли. Если они это переведут в какую-то бумагу, это называется акция. Или там выпустят ее на определенное место, где это может торговаться. И вот есть акции известных предприятий. Но в каждой стране они свои. Я взял как бы за основу здесь Газпром. И если рассмотреть плюсы и минусы этих предприятий, то они вот такие. Это опять на мой взгляд они очевидны. Что плюсы здесь, малое падение цены. Но однако сразу и минусы, что необходимы большие инвестиции. То есть если здесь делать сравнение этих, что это малое падение цены и необходимы большие инвестиции. То есть для того, чтобы свою какую-то цель получить, то нужно большое количество денег вложить. Не всегда это бывает. Пустим восстановление позиций. То есть понятно, что если просадка у компании есть какая-то по цене акций, то она позиции восстановит. Дальше. Плюсы общей связки с экономикой страны мира. То есть если страна или мир развивается, то и эта компания развивается. Стабильные дивиденды. Ну условно да, стабильные, что они все равно каждый год будут выплачиваться. Но однако они маленькие дивиденды. Маленькие имеется ввиду опять на предмет вложенных денег. Там бывает 5%, 3, 5, 6. Это действительно не сильно радует. Ну и так далее. Есть акции малоизвестных предприятий. То есть они тоже торгуются на бирже, но у них большой, да, и возможен большой рост, но однако и большое падение. То есть так называемых, если на графике мы сейчас дальше посмотрим, то оно как раз вот здесь, скажем, биржа Полиметалл, то есть акции компании Полиметалл, это компания, которая торгуется на бирже. Она, скажем так, естественно, как вы видите, это группа компаний по добыче золота, то есть их обороты достойны, но сама по себе она еще как бы малоизвестна. И вот я прошу вас сейчас, я даже ради интереса, то есть вот мы с вами смотрим на график, который показывает цену акций. Да, еще такой пример хотел привести, чтобы вам было понятно, вот если мы вернемся с вами чуть-чуть на несколько шагов назад, когда про торговлю валюты и там другими инструментами рядом с валютами, у меня был такой пример, то есть я подключался к международной системе, там русскоязычной колл-поддержке, они звонят мне и так далее, и вот когда-то я вот это начал прояснять все, и у меня прямо вот такое озарение, то есть если я покупаю, то значит кто-то мне продает, если я потом продаю, то кто-то должен купить, то есть вроде вот эти простые вещи, как говорится, если я покупаю, кто-то продает, но я не буду сейчас вам говорить, что это за инструмент, чтобы нам не прояснять эти слова, но вы должны понять, что вот когда мне звонят с той стороны, я говорю, так и так, девушка, смотрите, ну я, когда я это понял, я начал вам просто говорить, я говорю, ну у вас это, это мультики, что значит мультики, это означает, реально я ничего не покупаю, это просто, ну та же рулетка, или та же какая-то там, грубо говоря, ставки, то есть компания организовала какой-то бизнес, который, реальных инструментов ты не покупаешь, и тогда она мне говорит, я говорю, девушка, ну если я покупаю, то значит кто-то мне продает, она говорит, конечно, банки, а так как я уже опять проясняю, я говорю, ага, банки, то есть насколько мы с вами знаем банки, какие у них прибыли и так далее, и так далее, то есть я говорю, ага, то есть получается, если банки мне продали, то заведомо они, значит, уже какую-то большую часть прибыли туда вложили, и потом если я должен кому-то опять продать, а кто, говорит, у меня купит, она говорит, ну типа опять банк, я говорю, ну здрасте, то есть получается, я у банка купил и банку продам, а он будет жить, у него же должна быть прибыль, получается, что хочешь не хочешь, а здесь что-то не так, что-то не так в этой, ну понятно, что это просто не инвестиции, это просто хрематистика, как говорил Аристотель, это мое было желание нажиться на прибыль, просто вот за счет вот этого, знаете, вот рост, то есть я раньше эти графики смотрел, жил в них и так далее, и так далее, чего хочу сейчас с вами, небольшой эксперимент, вот реальная компания, назовем ее так вот, 28.01, и вот мне все время нравились, знаете, когда читаешь опытных гуру, в кавычках, которые ведут на разных сайтах свои или блоги, или даже рекомендации, и вот я вам серьезно, на полном серьезе говорю, мы даже смеялись, когда со своим партнером, там с кем торговали, что было примерно так, что исходя из текущего положения, исходя из т.т.т.т.т., акции компании Polymetal пойдут вверх, но не исключена вероятность, что они пойдут вниз, ну там тексты длинные, потом пойдут вниз, однако существует там еще несколько слэп, слов, опять несколько каких-то позиций, что это будет в боковом, так называемом, ну то есть вот ровненько вбок, там чуть-чуть будет колебаться, пойдет вверх, и поэтому я хочу, ну ради смеха, вот вас сейчас здесь порядка 17 человек, да, вот давайте, интересно, как вы считаете, вот хорошая компания Polymetal, как видите, куда пойдет цена акций, давайте проголосуем, ради интереса, спасибо, проголосовало 6 человек, как вы видите, примерно так, 7, 8, вниз, вверх, двое, 3, хорошо, спасибо, я думаю, результаты видите, я вижу, что результаты 5 вниз, понятно, подвох, люди чувствуют, что должен быть какой-то подвох, то есть это все игра, друзья мои, это просто игра, это такие игры, которые нам с вами, действительно должны работать целые отделы аналитики там и так далее, или надо быть, в общем, мне неизвестно, у меня много друзей, которые торговали вместе со мной валютой и так далее, так далее, вот я вам скажу для примера, мой, самый большой мой, потеря за один день полтора миллиона рублей, то есть это просто руки тряслись, то есть после этого просто уходишь в запой, я тогда еще пью, сейчас уже 6 лет не пью, а это действительно было неприятно, полтора миллиона рублей за один день, это вот все исходя, вот видите, красный кружочек вот такой вот, вот, то есть считаешь, что так далее, так далее, то есть это были не инвестиции, я еще раз повторяю, это была игра, инвестиции это, как вы помните, долгосрочные вложения в акции компании, и так, спасибо за опрос, как мы видим, ну и сейчас мы посмотрим с вами на ответ, ответ, не на ответ, а что же было с этой компанией, в следующие несколько месяцев, да-да-да-дан, и как видим, что это свалилось все до, до, ну, практически в два раза, в два раза, да, Евгений, угадал, молодец, вам, вам на бирже, если еще не наигрались, попробовать, у меня есть, знакомая очень, у нее хорошая фирма, недвижимость, и так далее, и так далее, торгуем, здорово, поздравляю, и вот я с ней тоже так же говорю, пытался ей, ну, рассказать свои наблюдения, куда стоит вкладывать деньги, а заниматься любимым делом, тем, которые интересны, и вот у нее прям глаза горящие, такие она, я сейчас вот записалась на курсы, я, я знаю, там такие классные вещи, я говорю, рекомендую, пройдите обязательно, только не на все деньги, пройдите, потому что, ну, видимо, действительно, на планете есть, то есть, человеку не хватает какой-то энергии, где-то его хочется проявить себя, и он ищет вот эти вот разные вещи, скажем так, я наигрался, и так я вам показываю, вот, что произошло, но, действительно, мы с вами говорим об инвестициях, и как бы было, хорошо бы было или нет, инвестировать в эту компанию, полимеометал, ну, с точки зрения инвестиций, видите, здесь вот написано, что за год, за год, да, минимальная цена, то есть, вот это падение, 295, и максимально 730, понятно, что человек скажет, о, классно, считай, в два раза, но это ведь и непонятно, когда вы войдете, а если вы войдете, вот на той картинке, в которой, то есть, вам будут все показатели говорить, что еще тренд будет вверх, и я долгосрочно вкладываюсь, и представляете, потом она в два раза упала, и ждать, когда же это теперь, она еще отрастет и поднимется, ну, и вот я сделал полный анализ, за, тут порядка за два, за два, за три года, да, получается два года, вот, то есть, вот такое вот, понятно, что если здесь взять, где-то вот, как бы вложить в инвестиции, в акции, то, конечно, ну, видите, опять не знаем, когда продавать, я только хотел сказать, здесь продавать, откуда мы знаем, ну, вот они лежат, и лежат деньги, продавать или нет, в общем, я вам скажу так, не мое мнение, опять, я повторяю, не мое мнение, исходя из проясненных, новых слов, и моего опыта, инвестиции, в компании, или сильно значимые, типа Газпром, там нужны большие деньги, меня не устраивает это, да, или, малоизвестные компании, такие, как вот эти, есть, да, такие плюсы, малоизвестные компании, но, я для себя выбрал другое, давайте посмотрим, что же именно, вот здесь интересно, есть такое венчур, слово называется, это рискованное предприятие, рискованное начинание, или сумма, подвергаемая риску, все, другого ничего нет, вот это венчур, и так, венчурное инвестирование, так сказать, что такое венчурное инвестирование, это инвестирование в венчурные предприятия, смотрите, а венчурное предприятие, в предприятии занимаешься опытно-конструкторскими разработками, или другими наукоемкими работами, благодаря которым, осуществляются рискованные проекты, венчур бывает внешний и внутренний внутренние когда сами авторы ну а внешне естественно когда люди еще участвуют в числе как видите пенсионные фонды оказывается это целое направление я стал изучать от венчурное инвестирование оказывается целый венчурный фонд есть оказывается хорошие известные предприниматели вот статист один из инвесторов который яндекс и кинотеатр и в забыл его фамилию инвестировал вот это он у него сейчас свой фонд вот он инвестировал как раз на стадии создания яндекса статья о нем было форбсе можете потом поискать и вот ему ну представляете секретарь но искали помощники его он говорит помощник его убедила вложиться в этот в этих ребят в яндекс деньги были я как бы так ну и вот рискнул так сейчас у него там порядка семи процентов было да он вложил сколько-то денег я не помню сколько-то миллионов он вложил тогда в 2000 году что ли так вот сейчас он в 2000 каком-то восьмом или девятом году продал один процент всего лишь один процент на 70 миллионов долларов то есть порядка двух или трех миллионов он вложил и один процент продал 70 миллионов долларов вот что такое венчурный предприятие и он эти деньги 70 миллионов продал порядка 20 миллионов долларов он вложил организовал венчурный как это называется венчурный фонд то есть это целое предприятие которое собирает вот такие подобные наука емкие заявки и так далее так далее изучает смотрит и вот самое то главное как но потом мои опять знания на что смотреть теперь мы с вами уже поняли что мое еще раз говорю мнение что лучшие инвестиции инвестиции венчурные предприятия так на что смотреть в этих венчурных а вот здесь до пример забыл сказать видите знакомые бренды это все примеры венчурных предприятий то есть в каком-то этапе им помогли деньгами со стороны я думаю вы эти все примеры знаете когда уже в 40 тысяч раз выросли акции или там ну имеется в момент как создавались и сколько сейчас microsoft intel и так далее так далее но это известные компании а их очень много оказывается и и таких то может быть венчурные как мы с вами поняли венчурные стены это может быть какой-то сосед который изобрел был студент изобрел какой-нибудь выключатель и приходит к вам и говорит с горящими глазами я изобрел мечта теперь если сейчас дашь мне денег мы через год станем миллионерами и вот как раз здесь я их подготовил слайд а на что смотреть то на что смотреть именно при изучении вот такой венчурной компании наличие новой технологии не такой как у других понятно да что вот сосед пришел и говорит у меня выключатель супер ну отлично здорово плюсик ставим кому принадлежит технология кто создатель был ли опыт ранее допустим опять человек говорит опыт был да я тут уже это 5 выключатель 3 уже у меня там и так далее работы хорошо наличие количество отзывов специалистов о новой технологии важно кто эти специалисты вот здесь уже начнешь ему говорить дядь вася ну я в этом ничего не понимаю но это кто-то уже сказал что это нормально то понятно да то есть я как бы утрированно сейчас говорю но я думаю это чтобы на примере было понятно а интерес соответственно что дяди вася возможно только убедить ну я извиняюсь дяди вася пусть будет хорошим но 9 пигунова бара может быть мужики говорят или угора сушь там спасибо что наш ну тот вообще то есть какие средства массовой информации говорят об этом я в том что есть такой сервис разный тоже могу потом ссылку стоит на котором отражается количество упоминаний одного или другого фамилии имени в том или ином источнике он платный правда сервис но если уже серьезно этим заниматься то там можно очень хорошо подчеркнуть информацию называется интегру точка ру интегру наличие команды они одниночка изобретатель ну вот здесь вот я уже наверное буду карта не обидеть дяди вася ну если я его уважаю он сосед мне много раз помогал выключатель чинить да я буду говорить что дядь вася ну наверное что-то и так далее так далее то есть команды нету если команды нет как можно двигать такой проект большой так далее предварительные договоренности о поставках или внедрения это конечно плюс большой то есть если уже есть договора есть какие-то там предконтракты какие-то это большой плюс но не всегда это бывает но все равно надо смотреть конечно если выбирать из 10 там компании то уж одну то точно можно найти чтобы были все таки рост деятельности предприятия за год но имеется ввиду тут вот как раз именно как она мощно развивается что чем прирастает помните этот активами кто в них вкладывать чем они прирастают какими-то зданиями сооружениями и так далее ну и юридическая составляющая то есть понятно что если они просят деньги то надо чтобы мои деньги как-то были защищены то есть там них подворот не отдали лучше еще я для себя еще такой вывод сделал что лучше при инвестировании инвестировать венчурные предприятия в разных юрисдикций юрисдикция но это имеет седу разные страны назовем так то есть вот примеру просто не всегда бывают разные страны но для простоты это разные страны для чего это делается для того что уж если я вкладываю небольшие суммы во много предприятий то тогда надо чтобы это были действительно защищенные инвестиции в разных странах именно не с точки зрения что там у кого-то кризис и так далее так далее дело в том что венчурные предприятия они не подвержены кризису вот если сравнивать с обычными предприятиями почему догадайтесь сами если это что-то ноу-хау какое-то что-то новое то оно наоборот будет востребовано потому что то что на планете сейчас было создано и тут вдруг образно говоря новый аккумулятор сейчас там есть такое аккумулятор который будет заряжаться за 30 секунд понимаете да понятно что какие бы события в мире не были то аккумулятор который заряжается 30 секунд он будет просто востребован на ура вот исходя из этого важно понимать что помимо того что не подвержен не подвержен скажем так внешней обстановке или внуки ситуации в мире даже кризис на кризис вот еще это желательно чтобы это было в в разных странах в разных юрисдикциях я думаю понятно понятно о чем я говорю да вот сейчас все хорошо дайте обратную связь спасибо спасибо ну вот действительно как раз акции вечер предприятия уже примерно проговорил ну давайте еще посмотрим еще на что посмотрим что малая сумма вложений это меня просто радует ну мало для каждого своя мы все равно на малое быстрый рост стоимости акции да действительно быстро если в масштабах брать там год-два-три то это но это быстрый рост если взять вот те предприятия которые я вам раньше показывал то там за два за три года они могут просто на одном уровне быть а могут и упасть а здесь это может быть в разы и в десятки сотни раз большие доходы дивидендов но обычно на первых тем более годах компания стремится выплачивать хорошие дивиденды чтобы это было значимо для будущих вложений других людей ну и обычно становишься привилегированным акционером привилегированы это означает нот в будущем будешь еще какими-то привилегиями обладать допустим компания будет параллельно выключатель дяди васи взять помимо выключатели будет еще и лампочки к нему выпускать то ты будешь первым который имеет будет право по какой-то другой цене еще и туда вложиться деньгами понятно вот и что хорошо опять при быстром росте обязательно оставлять нужны эти акции но часть лучше продать чтобы даже себя потешите деньги в руках подержать и другие проекты возможно кому-то еще помочь может быть даже в этот же проект на лампочки чтобы деньги были тогда то есть вот ну естественно не минусы есть все таки то есть необходимо собирать больше информации тут ее проверять нужно бывает и месяц бывает там можно на три месяца что-то не принять решение то есть не хватает каких-то данных собственные страхи но это вот мы с вами как раз нам проговорили что это предположение что еще не состоялось но я уже думаю что это так и будет но это плохо конечно с этим надо бороться со страхами риски не получить доход до бывает бывает если взять в комплексе примеру 10 или 20 предприятий венчурных то до 35 могут действительно может даже и больший процент этих предприятий не состоятся но это опять получается по само предприятие не может не состояться но если использовать вот этот проверочный список который я показал да если правильно с ним работать то естественно тогда вы него и вложиться просто можете не вложиться но риски возможны ну и вот это тоже интересный риск что действительно все бывает с людьми общаешься мол типа у меня даже с одним человеком спор я тут ладно предприятие вложился сейчас будем его говорить и с человеком забились но вот он настаивал на бутылку там хорошего дорогого я слышу я тебя понял но я так как не пью не буду и тебя спаивать поэтому хватит спорить на алкогольные напитки но смысл такой вот он говорит этот из этой серии риски вот 1 сентября если там 2017 года что-то не случится с этой компанией ну хорошего имеется то ты мне проспорил я бы слышать и 2 или 3 ну или в декабре они сентябре понимаете да то есть риск получить не там не в одном месяце году а чуть даже позже или не один процент другой процент но это условные риски на них обращать внимание смысла нет понимаем да и так а теперь хочу рассказать сегодня об одной компании который мне очень нравится эта компания skyway транспорт будущего скажите пожалуйста кто здесь присутствующих не знает о транспортной компании skyway поставьте пожалуйста 0 спасибо я тогда эти слайды пропущу я понял что каждый из вас знает и действительно это классная компания это уникальная компания это я вам говорю но вот как со своим стажем она действительно уникальная инновационная прорывная на соответствует всем моим вот этим заявленным параметрам то есть она показывает и у меня что дальше где-то слайд есть не этот а вот она показывает рост интереса но это вот если просто в яндекс директ набрать до показывается рост интереса людей о поиске этой компании то есть эта компания соответствует всем тем моему проверочному списку она она мне очень нравится и я даже сегодняшний вебинар как раз и посвящаю этой компании чтобы помог помогать в том числе этой компании состояться это проект действительно уникальный поэтому мы эти слайды пропустим и поговорим вот еще о финансовых рисках мы с вами там говорили до ситуация с возможными финансовыми потерями является объектом страхования это очень важно и плод прохождение слова страховать это славянский глагол до страховаться обозначение бояться страшиться то есть вот опять для того чтобы не бояться не страшиться нужно правильно прояснять правильно делать собирать информацию правильно так скажем да то есть и прям по пунктам а второе как я для себя вот смотрите первое это предохранять от чего-нибудь неприятного нежелательного предохранить сейчас я расскажу как или предотвращать материальные потери путем выплаты взносов учреждению который берет на себя обязательство возместить возможный ущерб для меня я немножко по-другому скажу смотрите предотвращать материальные потери путем выплаты взносов учреждений то есть я должен взносы какому-то учреждению выплатить на самом деле я свои же деньги И не учреждению никуда плачу, потому что меня никто не застрахует от того, что я вложился, скажем, в компанию Skyway. А я могу просто свои часть денег переместить в другую компанию. Тем самым я сохраняю именно свой статус финансовых рисков. И для меня уже не страшит. Но еще раз повторяю, меня не страшит, меня здесь не потеря, а именно, возможно, какой-то отсрочка в сроке или не те ожидаемые показатели, которые, возможно, будут. И вот для примера, я как раз, если касаемо компанией Skyway взять, здесь нарисовал, здесь единственное, что нолик поставил, один лишний. Сейчас цена 2.06, после запятой в долларах. Здесь я поставил цену заявленную 1 доллар. И здесь вот, скажем, график. Если взять просто за тот уровень цены, как она будет как-то колебаться, то это будет что-то вот такое. Согласно этапов, здесь внизу, цена будет повышаться, 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 повышаться каким-то образом. Потом, когда она выйдет на биржу, начальная цена будет доллар. Дальше все будет зависеть от того, как это будет компания свою стратегию проявлять на международном рынке. И согласитесь, даже если это будет потом вот так, что будут люди говорить, а вот цена упала. Да наверняка цена упадет. Это обычно, когда компания выходит на рынок, после этого идет какой-то откат. Люди стремятся продать свои акции, большое число, чтобы насладиться деньгами. Это тоже хорошо. Но помните, что если я продаю, то кто-то покупает. То обязательно, что в какой-то момент люди начнут покупать, и это будет вот так. Вот эти колебания здесь, они, возможно, даже будут от доллара до 50 центов на первом каком-то этапе. Потому что компания еще будет малоизвестна. И для тех, кто будет тогда заходить, конечно, для них будет опять вот это принять решение. Для них будет вот эта вот ситуация. То ли здесь зайти, да. То ли вот здесь зайти. Ну, имеется в виду, что в плюс она пойдет или в минус. Я вам показывал те слайды, помните, да. Будут гадать. Кто-то угадает. Вот как Евгений. Такие люди, которые... Кто-то угадает, кто-то не угадает. Будет расстраиваться. Ну, мы с вами, те, кто зайдет сейчас, да, для нас уже вот этот вариант цены, он уже будет абсолютно незначим и значительным. То есть мы с вами будем получать дивиденды, мы будем иметь привилегии участвовать в каких-то других проектов. И у нас все будет хорошо. Поэтому проект этот хороший. Я вижу, что вы меня поддерживаете в этом же. И, исходя из этого, мы с вами сделали правильный выбор, вложив в эту компанию. Ну, и для еще тоже, точно так же, для того, чтобы было понимание. Кто не знает, что такое квадрант? Да, Евгений, скрывай недостаток финансирования. Но и это пройдет. Чем больше будет опять информации и известности, тем больше будет вложений. То есть вы посмотрите сейчас, зайдите в группы ВКонтакте, вы посмотрите, какие люди приезжают сейчас на встречу к Веницкому. Вы посмотрите, там уже начинают с Австралии какие-то известные в этой области транспорта приезжать с университета. И с Литвы приезжают. И интерес проявлен в других странах. То есть здесь, с точки зрения интереса, он только начинает расти. Только начинает. Как на Вегнарак интересную фразу Сергей Сибиряков проводит интересную фразу, что те ребята, у которых деньги, не любят быть первыми, но и не хотят быть вторыми. Вот это из этой же серии. То есть когда-то кто-то первый все равно правильно вложит эти деньги и для других будет примером. В Дубае точно, Петр, забыл еще. Точно о Дубае. То есть там с деньгами все нормально. И они полностью понимают, что чтобы им осваивать свои удаленные острова, а у них там недвижимость очень дорогая, там естественно будет большой интерес к той транспортной системе, которая будет позволять добираться до этих транспортных островов. Итак, хотел немножко еще здесь поделиться своими наблюдениями и озарениями. Дело в том, что я начинал с Роберта Киасаки тоже. Кто знает, давайте так, кто не знает Роберта Киасаки, поставьте ноль, пожалуйста. Понятно. Я тогда сразу без ролика или, кстати, а кто видел ролик Роберта Киасаки? Кто не видел ноль, поставьте, пожалуйста. Кто не видел ноль. Здорово. Тогда я подготовил ролик. Давайте его посмотрим. Ну, интересный ролик. Парень очень интересно говорит о том. Ссылку на ролик. Хорошо, сейчас пока вы смотрите, я подготовлю. Многие люди знают только один вид дохода. Это когда ходишь на работу. Школа, универ, работа, пенсия. То, на что пока ты работаешь, надеешься. Эту систему нам дало правительство. Для того, чтобы мы всегда от него зависели. Но если ты, брат, хочешь жить свободной жизнью, не хочешь крутиться в колесе, как крыса. Эта система, брат, не для тебя. В наше время становится жить так все труднее. Но именно в наше время больше возможностей есть, чтобы выйти на конец из этой пропасти. Чтобы вам помочь разобраться во всем этом, я нарисую диаграмму сейчас на стену. Это квадрант денежного потока. Его автор Киосаки Роберт. Киосаки автор бестселлера «Богатый папа». Очень известный чел, вы должны знать его. Четыре категории людей в мире бизнеса. Всего четыре, больше нет. Смотри сюда. Первый сектор – это рабочие. Главная ценность – быть защищенными. Они всегда ищут надежную работу себе. Так, чтобы еще на льготах сидеть. Сектор два – это предприниматели. Их ценность – делать все самостоятельно. В правой стороне бизнесмены и инвесторы. У этих людей совсем другие ценности. Справа наверху находятся бизнесмены. Они всегда ищут лучшие системы. Они строят сети. Сеть ресторанов, сеть фитнес-клубов, супермаркетов и пуфов. И в их организациях свыше пятиста человек. Они не работают в компаниях. Нет. Они делают так, чтобы компании работали на них. Бизнесмен зарабатывает всегда, даже если он спит. Инвесторы имеют деньги, которые работают на них. Бизнесмены имеют людей, которые работают на них. Их предприниматели имеют бизнес, который имеет их. Если вы хотите определиться в квадранте, четыре вопроса себе простых задайте. Первый. Поступает ли вам ваш доход 24 часа в сутки? Второй. Будет ли он вам поступать, даже когда крышка гроба над вами стукнет? Сможете вы жить целый год, если вдруг иссякнет ваш основной доход. Платят ли вам за один отработанный час? По многу-многу раз. Если бы вы были на правой стороне квадранта, вы смогли бы ответить везде «да». Главная ценность здесь – найти работу. Главная ценность тут – иметь свободу. Теперь возникает вопрос. А как мне переместиться в этом квадранте? Способ прост, но требует времени. Три-пять лет работы над собой и терпения. Вам нужно поменять ваши ценности мышления. Три-пять лет, повторяю, иначе забейте. Вот три подсказки, как это сделать. Первое. Обучение. Обучение успеха. Читайте книги по бизнесу, о процветании, по личностному росту. Начните хотя бы с этой просто. В машине вместо музыки слушайте аудиокниги Трейси Брайана. Как достигать цели правильно. Читайте Маккея Харви. Как ценные делать контакты. Читайте Рэнди Гейджа о процветании. Читайте об успехе с автором тем же. Смотрите, посещайте семинары. Окружайте себя людьми с мечтами. Подсказка номер два. Когда вы получили новый навык, то следствие этому должно быть действие. Подсказка три. Действие должно быть непременным. И должно быть действие, а не попыткой жертвенной какой-то. У меня все. С вами был Дмитрий Горьев. Желаю вам всем удачи. До свидания. До новых встреч. До новых встреч. Да, вот такой Дмитрий Горьев, такой хороший, можно сказать, донес в реальности, скажем, молодежи, да, доносит информацию. Действительно нравится. Но, знаете, вот у меня такое вот здесь, мои наблюдения, озарения. Я просто пример приведу, что можете себе представить, то есть мы, человек без работы не может. Вот это все сказки, что вот заработать мне, я там буду, вот там париться и так далее. Другое дело, что это не работа, а это какое-то любимое увлечение, но это все равно производство какое-то, да, все равно работа. Вот поэтому работать нужно просто на любимой работе, вот это мои такие наблюдения, на любимой работе. Да, если даже получать зарплату, ну, что ж, хорошо. У меня просто такой пример был, когда ко мне предприниматель пришел и говорит, Андрей, возьми на работу. Я дурею уже. Представляете, да, вот, то есть у человека нормальный доход идет, он говорит, возьми на работу. Я просто его взял как на работу. Ну, естественно, ему, так как он со стажем, у человека с опытом, то ему не скажешь, там, иди в салон продавать. То есть ему сразу какое-то новое направление, новый бизнес. То есть он его взял и так развил, что это было просто, просто правильно и так далее. И он в этом жил. Так вот, мои здесь наблюдения, вот знаете, у меня, когда первые разы я на эти квадраты смотрел, у меня было такое, что вот обязательно надо пройти от рабочих в бизнес, потом в большой бизнес и только потом к инвестициям. А сейчас у меня такое, что ты можешь быть рабочим и просто сразу быть в четвертом квадрате, сразу быть инвестором. Просто в Америке действительно очень много примеров, когда у людей очень много акций в разных предприятиях вложено, но они продолжают работать, потому что работа есть работа. Другое дело, что если она нелюбима, тогда ты ее вот бросаешь. Это первое мое такое здесь, согласно этого квадрата, наблюдение, опыт, озарение. И второе, это насчет большого бизнеса. Всегда говорят, это бизнесмены. Они много работают, вкладывают, но любой бизнесмен не рождается бизнесменом и не становится им. То есть это человек, который меняет что-то в своем сознании, мышлении и решает начать какой-то бизнес. И вот как раз, если ты будешь заниматься любимым делом, вкладывать, то есть наоборот, с первого квадрата идем в инвесторы, в четвертый квадрат, вкладываем деньги, потом поступают дивиденды или часть акций продаешь, и потом ты организовываешь тот бизнес, который тебе больше всего нужен. Понятно, да? То есть я вот это вот хотел донести, чтобы правильно смотреть опять уже на этот квадрат. Не строго 1, 2, 3, 4, допустим. А именно можно тут 1, 4, 3, еще и 2, то есть быть еще и специалистом, имеется в виду еще и читать какие-то семинары или еще оказывать какие-то услуги и так далее. Все, я в принципе закончил. Готов ответить на ваши вопросы. Евгений спрашивает, да, Андрей, хотелось бы узнать ваше мнение, как профессиональный предприниматель инвестора. На данный момент Skyway это очень перспективная компания. А для жизни сейчас какие инвестиции стоит еще рассматривать? Очень интересно ваше мнение. Заранее благодарен за ответ. Вы знаете, вот я не буду сейчас говорить именно те компании, которые я вкладываю, по причине вот того, что, ну, все-таки это мой опыт. И здесь сейчас мы вебинар проводим, скажем так, обучающий, да, и больше заточенный на привлечение в технологию Skyway. Поэтому, если вам вдруг нужно будет, да, если вам будет нужна какая-то моя консультация, то вот есть мои здесь данные, обращайтесь и так далее. Дело в том, что я могу лишь вам только какие-то давать движения, мысли и так далее, и так далее. А куда конкретно вкладываться, ну, тут у каждого, у каждого возможно свое. Нельзя же так, что сейчас я говорю, один, два, три, четыре, и вы туда же и вкладываетесь. Нет, конечно. Я вам пример приведу, что у меня есть одни, у меня есть одно вложение, как я считал, что это будет, ну, действительно интересно, но вот сейчас пока акции там упали в пять раз. То есть, еще раз, смотрите, то есть я вошел, ну, немножко, можно сказать, поздно. Если помните, вот этот график, давайте вот сейчас покажу. Вот он как раз. Ну, там немножко картина другая, то есть я где-то вот здесь, наверное, вошел. Где-то вот здесь, то есть еще, как бы, роста нету, но, может быть, где-то вот здесь. Ну, и вот акции вот здесь тут, они подупали. Ну, с другой стороны, чем себя тешу, что, ну, акции, они же акции, они же, это если в деньги пересчитать и сейчас продать, то это, естественно, потери. А если это просто, они у меня сейчас как акции числятся, ну, помните, я говорил, условные риски, ну, будет через пять, то есть там еще через два года или через полтора года, ну, не принципиально. Хотя сейчас эта компания действительно у них очень интересное изобретение, и она, ну, стремится идти, идти на, идти вверх и есть уже при посылке к этому. Хорошо. Будут еще вебинары с вашей части? Да, планируется, следите за расписанием, но вебинар будет как раз пока вот именно вот такой. Добавлять в него, ну, естественно, будут какие-то, возможно, мелочи добавляться, но он основной будет такой. Я надеюсь, что, Евгений, вам я сейчас посеял правильно зерно, это прояснять слова, не слушать ничего мнения, а именно, правда для вас, то, что вы наблюдаете сами, дальше смотреть за интернетом, смотреть за, почитайте венчурные фонды, почитайте еще что-то, венчурные акции, почитайте венчурные предприятия, и даже много на территории пространства, просто уже есть венчурные фонды, которые предлагают вам вложиться в одно или другое предприятие, вам выбирать там просто. Хорошо. Спасибо, Евгений. Я очень старался, чтобы вебинар получился хорошим. Есть ли еще вопросы? Если вопросов нет, будем заканчивать. Будьте добры, еще для меня проголосуйте, пожалуйста, все ли было хорошо, все ли было правильно, может быть что-то, что-то было не так. Большое спасибо. Я вижу, что всем вебинар понравился, значит мы будем выпивать именно таким. От себя скажу, что приглашайте людей, не бойтесь говорить о компании SkyWay своим знакомым, потому что сейчас начинается именно в средствах массовой информации большое число правильных статей и так далее. То есть помогите своим знакомым стать через некоторое время обеспеченным, чтобы осуществлять свои мечты, чтобы развивать, чтобы быть полезным обществу. Помните, да, что такое капитал? Это активы, которые часть вашего состояния, который приносит прибыль или выгоды. Так вот, помогите своему окружению создавать капитал, чтобы они могли точно так же дальше нести какие-то выгоды для людей. Всего доброго, до свидания, всем большое спасибо, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова